Победителями прошлогоднего турнира стали краснодарские акулы. И это при том, что хоккей в нашем регионе получил массовое развитие лишь после Олимпиады. Теперь же с таким регулярным турниром, уверены организаторы в Краснодарском крае и в Сочи в частности, хоккей будет дан весомый толчок. Вместе с тем Кубок Содружеств призван реализовать еще одну идею – объединение многонациональной страны в многонациональном городе Сочи. Такой был лозунг «Спорт – от и мир», «Спорт – мир». Председателя Совета национальных объединений города Сочи, председателя организационного комитета турнира Александра Михайловича… Таким турниром – это есть превентивная работа, внедрение маленьких людей, которые ходят в большую жизнь, в межнациональную и национальную дружбу. Мы считаем, что это даст свои положительные плоды. Дружба между регионами, между странами, между разными народами, она начинается вот с детей. Если дети будут друг друга чувствовать, если они будут в каком-то деле вместе, то и многих бед на нашем посольском пространстве, мы надеемся, и не будет. Сочинский Кубок Содружества уже можно назвать международным. В прошлом году в турнире участие принимали хоккеисты из Казахстана и Белоруссии. Скрестить клюшки с ровесниками на Олимпийском льду планируют спортсмены из Китая, Армении, Латвии, Словакии и Чехии. С этими странами сегодня ведутся переговоры. В стартовавшей же осенней серии турниров среди детских команд главный приз Кубок Содружества разыграют команды из 16 регионов страны. Среди них и младшие товарищи основных клубов КХЛ. Это хоккейные клубы «Сибирь», «Амур», «Адмирал», «Русь». Вернулась в Сочи и Югра – бронзовый призер прошлогодних соревнований. Кубок, конечно, я думаю, каждый из команд хочет завоевать. Но самое-то главное все-таки, чтобы цены психологически были настроены. Если у них это получится, то, я думаю, они его завоюют. И они с помощью таких турниров растут. Как будто бы мы играем последнюю игру на льду. И мы должны так хорошо играть, чтобы не обороняться. Мы приехали, чтобы показать наши силы и чтобы занять первое место. Как известно, трус не играет в хоккей. Поэтому все спортсмены, несмотря на юный возраст, готовы проявить все свое упорство и мастерство. На это у них целая неделя. Заветный Кубок Содружества над головой поднимет одна команда. Но, как обещают организаторы, всех остальных ждут поощрительные призы, а также специальный приз главы города Сочи.